Педа 9. Пришел к своим, и свои его не приняли. 1 глава 11 стих. Если вы помните прежние наши размышления, то мы с большей охотой будем продолжать назидание, получая отсюда и для себя много пользы. Как скоро мы запомнили прочитанное, то и для вас вразумительнее будет слово «наше», и от нас немного потребуется труда, потому что вы при своей любознательности можете уже глубже вникать в дальнейшие учения. Кто всегда теряет из памяти то, что ему преподано, тот всегда будет нуждаться в учителе и никогда не узнает ничего. А кто все принятое хранит и к тому прилагает дальнейшие наставления, тот скоро из ученика может сделаться учителем и будет полезен не только для себя только, но и для других. Я надеюсь, что именно таково будет предстоящее собрание, и заключаю это из такой великой его ревности к слушанию. Потому в душах ваших, как в надежном хранилище, мы положим сребро Господа, и сколько поможет благодать Духа, и есть Ним предложенное нам сегодня чтение. Евангелист, говоря о прежних временах, сказал «мир его не познал». Далее, обращая речь ко временам самой проповеди, он говорит «своим пришел, и свои его не приняли». Своими он здесь называет иудеев, как народ особый, или всех людей, как поисшедших от этого народа. И как выше, болезнуя о неразумии многих людей и преслижая общий дух времени, он говорил, что не познал Создателя мир, через него происшедший, так и здесь. Негодуя на неблагодарность иудеев и многих других, он произносит еще более тяжкое осуждение, говоря «свои его не приняли». Тогда как он к ним-то и приходил, но не один евангелист, а и пророки с удивлением говорили то же самое. Наконец-то и Павел, изумленный тем же, так называли пророки, говоря от лица Иисуса Христа, «Народ, которого я не знал, служит мне, по одному слуху о мне повинуется». «Мне иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих». Солом 17, 44 по 46 стихи. «И в другом месте они увидят то, чего не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Исайя 62, 15 «Также открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли неискавшие меня». Тоже Исайя. А Павел в послании к римлянам говорил, что же Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили. Римлянам 1 от 7. И в другом месте, что же скажем, язычники, неискавшие праведности, получили праведность, а Израиль, искавший закона праведности, не достоит до закона праведности. Римлянам 9, 30-31. Поистине, достойно удивления то, как иудеи, воспитанные на книгах пророческих, каждый день, слушавшие Моисея, который весьма много говорит о пришествии Христовом, равно и других, после него бывших пророков, и, наконец, видевшие и самого Христа, который каждый день творил для них чудеса, с ними только и беседовал, и как ученикам еще не дозволял ходить на путь языка, или входить в какой-либо город Самарянский, так и сам этого не делал, и часто говорил, что он послан ковцам, погибшим в дому Израилева. Как говорю иудеи, получив столько знамений, слыша каждый день пророков и самого Христа, с его постоянными внушениями, до того ослепли и оглушили сами себя, что уже ничто не могло привести их к вере во Христа. Между тем, язычники, не имея у себя ничего такого, никогда не слышав божественных вещаний, даже, так сказать, и во сне всегда занимались только бреднями людей, умопомешанных, такова языческая философия. Перечистывали пустословия поэтов, привязаны были к деревам и камням, и не знали ничего здравого и полезного, ни в веровании, ни в правилах жизни, а жизнь в них была еще более нечистая преступность и мучение. Да и могло ли быть иначе? Когда они видели, что их боги находят удовольствие во всяком пороке, что они честуются срамными словами и еще более срамными делами, и это принимают как праздник своей почте, Кроме того, честуются и гнусными убийствами, и умиршлением детей. И в этом люди подражали богам же. Но несмотря на то, что они не спали до такой глубины зла, вдруг, как бы какой машиной, поднялись на высоту и явились нам, глистая с самого верха небес. Как же это? И от чего произошло? Послушай, что говорит об этом Павел. Блаженный апостол, тщательно исследовая эти обстоятельства, не оставил их до тех пор, пока не нашел причины, и не изъяснил ее всем. Какая же это причина? И от чего была у иудеев такая слепота? Послушай, что говорит об этом он сам, тот, которому верено было это домостроительство. Что же он говорит? И в разрешение такого недоразумения многих, неразумеющие, говорит он, Божьи правды, и свою правду ищущие поставить, правде Божией, не повинуется. В римлянам 10. Вот за что они подверглись такому несчастью. И в другом месте, то же самое излагая, иначе апостол говорит. Что же, скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность? Праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулися камень приткновения. Это значит, что неверие иудеев было для них причиной зол, а это неверие происходило от надменности. Сначала они имели больше, нежели язычники. Именно, получили закон, имели познание о Боге и прочее, о чем говорит Павел. Но по пришествии Христа так скоро увидели, что как они, так и язычники по вере равночестно призываются ко спасению, и что в деле веры обрезаны не имеют никакого преимущества предобращенным из язычников, тогда от гордости они перешли к зависти и не стерпели великого и неизреченного человеколюбия Господа. А это произошло в них не от чего-либо другого, как от высокомерия, злости и человека ненавистничества. Какой же вред вам, бессмысленнейший из людей, принесло это попечение Господа, оказанное другим? Разве уменьшились ваши блага от того, что другие получили участие в них? Но поистине, злость слепа и ничего справедливого не может скоро понять. Терзаясь мыслью, что и другие будут иметь участие в тех же правах, они обратили меч на самих себя и лишились сами себя человеколюбия Божия. Но так требовала справедливость. Сказано, друг, не обижаю тебя, хочу и тебе, и им дать, как и тебе, Матфея 20. Но они не стоят, не стоят и этих слов. Наемник, упоминаемый в Евангелии, хотя и досадовал, по крайней мере, мог указать на свои труды в продолжении целого дня, на тяготу, зной и пот. Они же что могли бы сказать? Ничего такого. В них была только беспечность, невоздержанность и множество пороков, которых постоянно обличали и все пророки, и которыми они, так же, как и язычники, оскорбляли Бога. На это указывая, Павел и говорил, нет различия между Иудеем и Элином, все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание по благодати Его. Римлянам 3, 2-24. Но этот предмет с пользой и весьма мудро излагает апостол в целой главе послания. А пред тем, он еще показывает, что иудеи даже большего достойны наказания. Если бывших закон не согрешили, говорит он, от закона суд примут. Римлянам 2 глава. То есть суд более строгий, так как кроме природы они имеют обвинителем и закон. Да и не поэтому только, а и потому, что они были причиной ухуления Бога между язычниками. Вас ради сказано имя Моё хулиться во языках. Исайя 62, 5-й стих, сравни с римлянам 2-22. Это особенно раздражало их, так что и уверовавшим от обрезания казалось странным это обстоятельство, потому-то они обвиняли Петра, когда он возвратился к ним из Кесарии, за то, что он входил в общение с людьми необрезанными и ел вместе с ними. Да и после того, как поняли предопределение Божие, они еще и дивились, как дары Духа Святого излились и на язычников, этим изумлением выражая то, что они никогда не ожидали такой странности. Итак, зная, что это особенно уязвляло их, апостол все направляет к тому, чтобы уничтожить их гордость и подавить их слишком надменное высокомерие. И смотри, как это он делает. После рассуждения о язычниках, показав, что они не имеют никакого ни в чем оправдания, ни надежды на спасение, тщательно обличить также и превратные их учения, и нечистоту их жизни, он переносит свое слово на иудеев, повторить все, сказанное о них пророкам, что они и преступны, и коварны, и лукавы, и что все вообще непотребны, и ни один из них не изыскует Бога, но все уклонились, и тому подобное. Апостол Преса выкупляет, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждается всякий уста, и повинен будет весь мир Богу, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3, 19-23. Что же ты превозносишься, иудей? Что о себе много думаешь? Твои уста заграждены, твоя самоуверенность уничтожена, и ты вместе со всем миром подлежишь суду, и подобно другим имеешь нужду в оправдании туне. Итак, хотя бы ты был прав по закону, и имел много дерзновения пред Богом, тебе не надлежало завидовать тем, которые могли быть помилованы и спасены человеколюбием Божиим. Крайне худо огорчаться благополучием других, и особенно, когда оно не соединено с ущербом для тебя. Если бы спасение других вредило твоему благополучию, ты имел бы основание огорчаться, хотя и это не свойственно человеку, научившемуся любомудрствуя. Но если ни казни других, не умножая для тебя наград, ни благополучия не уменьшая ты, то для чего ты сам себя терзаешь, потому только, что другой спасет сатуни. Не надлежало тебе, как я сказал, раздражаться тем, что язычникам благодатью даровано спасение, хотя бы ты сам был из людей достойных одобрения. Но когда ты, будучи в том же повинен, как и язычник пред Господом, и навлекши на себя гнев его, еще досадуешь на чужое благополучие, и думаешь о себе так много, как будто ты один имеешь право на общение благодати, то ты подлежишь более, чем все другие тяжким мучениям, не за зависть только и надменность, а и за крайнее безрассудство. Ты возрастил себе корень всех зол, высокомерие, поэтому и один мудрый сказал, начало греха – гордыня, в керах 10-15, то есть корень, источник, мать, так через нее и первозданный человек лишился блаженного состояния, через них блог, и обольтивший его дьявол не спал с высоты своего достоинства. Это гнусное существо, узнав, что грех этот может низвергнуть из самых небес, избрало этот путь, чтобы лишить Адама столь великой чести. Над них его обещанием равенства с Богом он таким образом не спроверг и не зринул его в самую глубину ада. Подлинно! Ничто так не отчуждает от человеколюбия Божия и не подвергает огню гиенскому, как преобладание высокомерия. Когда оно в вас есть, то вся наша жизнь делается нечистую, хотя бы мы подвязались в целомудрии, герсти, постничестве, молитвах, милостыне и других добродетелях. Нечист, сказано пред Господом, всякий высокосербий. Притча 16.5. Итак, если хотим быть чистыми и свободными от наказания уготованного дьяволу, обуздаем себе надменность духа, отсечем высокомерие. А что гордые, необходимо подвергнуться одному наказанию с дьяволом, послушай, что говорит об этом Павел. Не новокрещенную, да не разгордиться, и суд впадет, и сеть дьяволу. 1 Тимофея 3.6. Что значит суд? Значит, в то же осуждение, в то же наказание. Как же избежать этой беды? Избежим, если будем размышлять о своей природе, о множестве согрешений, о великости будущих мучений, о том, что все кажущееся здесь блистательным, временно, ничем не лучше травы, и увядает скорее весенних цветов. Если часто будем возбуждать себе такие мысли и приводить себе на память людей, совершивших великие подвиги, то дьявол не сможет легко надмить нас, сколько бы ни усиливался, не сможет даже заткнуть нас на первых шагах. Бог же, Бог смиренных, благий и милосердный, Сам додаст вам и нам сердце сокрушенное и смиренное. Таким образом, мы будем в состоянии легко совершить и все прочее во славу Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым слава Отцу и Святому Духу во веки веков. Аминь.